Подробнее на масках мы будем, маски мы будем подробнее рассматривать чуть позже, я сейчас не буду здесь заострять внимание. С фотошопом разобрались, теперь давайте посмотрим, как импортировать файлы из иллюстратора. У меня есть подготовленный файл тоже. Как вообще выглядит структура слоев в иллюстраторе в самом начале, когда мы начинаем добавлять какие-нибудь объекты. У нас есть глобальная папка, в которую все складывается. Вот я сейчас сюда добавлю парочку прямоугольников, вот они вверху добавились. Все у нас складывается иерархически, как бы в одной сущности. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит, если я без изменений просто возьму и импортирую этот файл в After Effects. Вот он у меня лежит, сейчас я сохраню. Так, возьмем и тоже просто перетащим. У нас даже After Effects ничего не спросил. Для него это просто файл. Вот он импортировал как footage, как какой-то простой слой. Мы можем в принципе с ним работать. Вот он отобразился. Сейчас я тебя отключу. Вот. Он в принципе отобразился, но с ним сложно производить какие-то модификации, потому что он импортировался одним слоем. Мы можем, единственное, что мы можем сделать в этом случае, это перейти сюда и выбрать пункт Convert Shapes from Vector Layer. Это значит, что он обычный слой переведет в кривые. Но здесь минус в том, вот он создал копию, этот слой он не трогает, просто выключил. А в копии у нас появилась такая структура. У нас есть вот стандартные параметры, которые мы в прошлом модуле записывали. И есть вкладка Contents, в которую он складывает все наши объекты. Это не очень удобно. В принципе, с этим можно в крайнем случае работать, но это не очень удобно, потому что у нас нет доступа к каждому слою отдельно для анимации. Какие у нас есть альтернативы? Мы этот сейчас удалим. Вернемся в иллюстратор и немножко потратим время на то, чтобы подготовить все эти слои. Здесь есть такая штука, как разбить все слои на отдельные папки. Для этого нам нужно вот эту глобальную папочку выделить, кликнуть по иконке и выбрать вот этот пункт. Нажимаем, и у нас каждый слой пронумеровался и назвался заново по порядку. И у нас теперь все лежит в отдельной папке. Теперь мы можем прям все это выделить и достать из этой папки. Она нам теперь не нужна. Мы ее можем удалить. Вот, теперь при импорте у нас это все будет отдельным, каждый отдельным слоем. И можно будет с этим работать более расширенно. Давайте попробуем еще текст перевести в кривые, потому что, допустим, у нас что-то... Нам нужен текст именно в кривых для какого-то морфинга, для каких-то модификаций именно с точками. Так, давайте текст еще переведем в кривые. Допустим, нам нужно будет модифицировать его как шейпы и нужен будет доступ ко всем точкам. Вот он теперь у нас. Если посмотрим здесь на иерархию, у нас здесь каждая буква теперь отдельно. С этим мы точно так же можем поступить, как и с прошлым. Вот у нас каждая буква стала отдельным слоем. Мы берем это все и перетаскиваем. Теперь, если нам нужно будет модифицировать каждую буковку отдельно, она у нас будет отдельным слоем, что очень удобно. Теперь сохраняемся. И импортируем файл. Давайте рассмотрим еще один способ. Можно не просто перетаскивать файлы сюда, а можно два раза кликнуть по этой области. У нас откроется окошко и тут можно выбрать файл для импорта. Здесь есть еще доп. настройки. Вот по умолчанию у нас выбрано footage. Это значит, что тип импорта будет таким, как мы перед этим пробовали. Нам нужно уже чуть другое. Нам нужен импорт как композиция. Здесь опять выбор из двух. Вот этот пункт значит сохранить размеры всех слоев по умолчанию. То есть, если мы выбираем просто composition, то размер каждого слоя у нас будет вот эти вот контролы, маркеры, которыми можно модифицировать объект, они будут по размеру всего проекта. Давайте попробуем, выберем его. Так, вот я выбрал. Смотрите, например, у меня есть маленький квадратик. Вот он, маленький квадратик. И контролы, которыми я могу его модифицировать, они вот они в самом углу. Иногда это удобно, иногда неудобно. Удобно в случаях, когда нужно применять какие-то модификаторы к группе объектов. Например, вам нужно сделать анимацию появления какого-нибудь меню на сайте или что-нибудь выезжающее повторно. То есть, у вас к нескольким объектам применяется один и тот же транзишн, один и тот же эффект. Тогда это, в принципе, удобно. Вы настраиваете все для одного слоя. А так как для программы они все у вас с размером полностью в весь экран, вы просто потом берете и копируете эти свойства на другие. И у вас все применяется одинаково. Давайте в нашем случае рассмотрим еще второй вариант, когда размер каждого слоя будет сохранен. Я удаляю текущую версию, импортирую вновь. Давайте вот так. Так, вот я выбрал. Выбираем этот пункт, нажимаем импорт. Открываем. И видим, что у нас теперь, в отличие от предыдущего варианта, каждый слой имеет размеры такие, какие у него были размеры этого бокса в иллюстраторе. Это удобнее для того же просто выбора объекта, потому что сейчас мы кликаем по каждому и мы видим вообще, какой объект выбран. А в предыдущем случае это сложно было, потому что мы кликаем, у нас каждый объект по всей ширине, нам сложно вообще ориентироваться, с чем мы конкретно сейчас работаем. Так, дальше. Если вы заметили, у нас все файлы импортировались с иконкой иллюстратора. Это значит то, что у нас каждый файл это еще просто такая абстракция, это еще не shape, это еще не векторная графика. Это просто такой слой, который скорее картинка, чем shape. Чтобы превратить его в такой же формат, какой он у нас был в иллюстраторе, можно выделить, прям можно сразу все. И выбираем пункт create, превратить все в shape. Он опять скопировал, оставил предыдущие файлы без изменений. Это, кстати, тоже удобно, потому что... Сейчас я их вверх перенесу. Это удобно тоже тем, что мы можем вот так перевести в кривые, как-нибудь модифицировать объект. И потом мы понимаем, например, что что-то мы сделали не так, нам нужен исходный размер. И тогда... Можно... Вот сейчас я могу поредактировать. Тогда мы можем просто вернуться. Сейчас видно, что у нас добавилась вкладка contents. Здесь есть path. Теперь мы можем это редактировать как shape layer. Допустим, вот я внес изменения. Я не могу вернуться в исходную позицию, потому что, например, я уже сохранял этот файл, что-то изменял, включал-выключал, и не могу просто ctrl-z нажать несколько раз. А мне нужен тот самый исходный. Я могу включить, еще раз нажать, превратить в кривые, и у меня вот он появился. Так, давайте еще один такой момент рассмотрим с названием слоев. Вот в этом случае я импортировал название слоев в таком порядке и в таком виде, в каком вообще иллюстратор, когда я тут все корректировал, когда я настраивал, вот он назвал мне просто по номерам. И это не всегда удобно и не всегда понятно. Например, мы будем анимировать логотип. Чтобы вообще понимать, что у нас происходит в файле, нам нужно прописать название в каждом слое, и потом нам удобнее будет с этим работать. Давайте просто соответствующие буквы напишем. Здесь x, здесь i, здесь t. Все. Все названные слои сохраняют свои названия при импорте, даже при конвертации в shape. Здесь сейчас сохраню. Чтобы не путаться, я это удаляю. Импортирую еще раз. Так, включаю композицию. Вот, пожалуйста, те слои, которые я назвал, теперь мне намного легче ориентироваться и видеть, где именно они находятся. легче с ними работать. Я могу вот только их... А лучше давайте все вместе сразу опять в кривую я превращу. Чтобы было нагляднее. After Effects по умолчанию добавляет Outlines название, чтобы было понятно вообще, от какого слоя родителя это происходит. Но, в принципе, с этим все равно можно работать. Это все равно удобно. Дополнительно можно выделить это цветом. И в таком случае становится намного проще все. Вообще советую вам сразу приучать себя к тому, чтобы именовать слои и структурировать файлы перед началом работы максимально комфортно для вас. Потому что опыт показывает, что правильно структурированный файл сокращает время работы над ним вплоть до 50%. То есть вы лучше потратите минут 30-40 на то, чтобы сесть и посмотреть на файл и подумать, как вы с ним будете работать, правильно все структурировать, правильно все назвать. И только потом уже импортировать, чем просто сразу забрасывать то, что у вас есть, и потом сидеть и долго разбираться в этой каше. С импортом, пожалуй, все. Давайте переходить дальше.